Привет, на связи Любовь Долгая. Деньги, вы и бизнес. Давайте мы с вами сделаем такое сегодня вводное занятие. Начнем с денег. Итак, чтобы зарабатывать большие деньги, нужно делать большой товарооборот. И вот так вот, пожалуйста, деньги над деньгами. Товарооборот. Товарооборот мы делаем не лично, а товарооборот делает много людей. Они делают понемногу каких-то действий, в итоге получается большой товарооборот. В компании Эрсак это легче сделать, чем в любой другой компании. Почему? Давайте я вам покажу. Потому что в компании Эрсак вообще заложены подарки. Вот за каждую закупку идут подарки. И вот я сейчас на турецком сайте. Давайте мы сейчас перейдем на сайт России или сайт Украины. И вы точно так сможете увидеть эти подарки. Вот вы видите. Это промо-акции. Это вот сейчас идут такие подарки на сайте России. Так, да, на сайте России вот такие подарки идут. Отлично, друзья. Идем дальше. Да, и кстати, вот эти вот подарки, они два раза в месяц меняются. То есть два раза в месяц идут такие подарки. И еще два раза в месяц в течение нескольких дней эта акция усиливается. То есть есть дополнительный подарок. И тогда люди очень много закупают продукции. И вот вы можете заметить, что здесь написано. При заказе на 1850 рублей один подарок. На 3703 подарка. Ну и так далее. Можно получать и 8 подарков. И вот вы видите подарки. Да, из каких-то этих подарков вы что-то выбираете. Идем, друзья, дальше. Ну, давайте мы еще переключимся на Украину. Посмотрим, по Украине какие подарки. Вот здесь на 560 гривен один подарок. На 1123 подарка. Ну и так далее. Да, видите, какие подарки здесь. Какие цены на подарки. То есть купили на 560 гривен. И получили. Вот даже на такую же сумму можете получить подарок. То есть подарки классные. Что нам дают эти подарки? Что дают подарки? Вы не просто пользуетесь большим количеством продукции. Да. Но вы еще и ваши партнеры. У вас большой ассортимент. Вы много чего пробуете. Есть о чем рассказать. Понимаете? Вот сделал один заказ. И есть о чем рассказать. И вот подарков настолько много, друзья, что люди начинают дарить. Вот начинают дарить друзьям своим. Да. И так еще больше присоединяется в компанию, присоединяется людей. Итак, если мы работаем через интернет, мы должны знать бесплатные и платные способы привлечения. Получать поток заинтересованных людей. И я вот сюда напишу. Это тоже относится к деньгам. Бесплатные и платные. Ну, то есть это трафик называется. Поток людей – это трафик. Бесплатные и платные. Нужно получать поток заинтересованных кандидатов и клиентов в нашу команду. Вот. Это очень важно. Почему я говорю и кандидатов в бизнес, и клиентов? Потому что из клиентов очень часто, вообще, наверное, 60 или 70% людей, которые приходят в бизнес из клиентов. Так почему же нам отказываться от этих людей и строить только бизнес, если можно получать клиентов, и будут потом у вас партнеры? И следующее, друзья, это контент. Мы выкладываем посты, записываем видео. Я вас этому научу. Записываем статьи. И таким образом мы знакомим с нами людей. Мы прогреваем этих людей. Потому что в интернете это абсолютно такая аудитория холодная. И очень важно, конечно же, научиться привлекать трафик бесплатными и платными методами. Зачем? То есть, чтобы у нас был товарооборот, чтобы у нас был заработок, надо товарооборот. Чтобы был товарооборот, нужно о чем-то писать. И то, что вы написали, люди должны видеть. То есть, должны сюда приходить люди. Видеть, что вы написали. Так вот, очень важно привлекать трафик. И многие люди приходят в бизнес и начинают пробуксовывать. Потому что время идёт, а встреч нету. Понимаете? Это просто большущий минус. И они потом говорят, ничего не получается. У меня нету встреч. То есть, вот это всё я вас научу делать. Чтобы у вас были встречи. И вот дальше после трафика, после трафика контента идёт продажа бизнеса. Давайте вот так я ещё тут где-то размещу, чтобы оно у нас было. Рекрутинг. То есть, рекрутинг. Ну, продажа бизнеса или продукции. Но мы остановимся сегодня на бизнесе. И сегодня просто рассказать характеристики компании. Ну, такой президент, да, ещё что-то. Рассказать о совете лидеров. Вам это недостаточно. Сегодня надо показать возможности, выгоды и результаты, которые интересуют вашего кандидата. То есть, сегодня не о компании надо рассказывать. Это просто инструмент. А сегодня надо рассказывать о самом кандидате. Если вы расскажете, какой классный у вас президент, то человек просто уйдёт. И он же не поймёт о том, как вы рассказываете, классная компания, классный президент. Вы думаете, он скажет, послушает и скажет, о да, я тут точно заработаю себе на крутой Мерседес. Или там от 10 тысяч долларов я точно буду с таким президентом зарабатывать. Нет, конечно. Ему надо показывать и надо знать заранее, чего он хочет. То есть, показывать, куда он будет двигаться. И я вас научу этой технике. Вот это очень важно. Эта техника называется техника-вклад. То есть, когда мы знаем точку нашего кандидата, куда он хочет прийти. Это просто, ну, шикарная техника. Или какое-то большое обещание, которое его должно зацепить. Но вначале мы должны кандидату провести технику-вклад. Тогда вы будете знать, куда его вести. Ну, большое обещание, например, я собираю команду людей. Большую команду людей, которые к Новому году выйдут на заработок 10 тысяч долларов в месяц. Не надо, как многие сейчас говорят, я там, мать, я иду к миллиону. Я там будущий пенсионер. И я иду к заработку. Там хочу Мерседес себе заработать, купить. И миллион долларов. Не надо про себя говорить. Надо говорить про них. И я вас научу, как проводить встречу и как выстраивать отношения. И такой ещё элемент – это запуск нового человека в бизнесе. Давайте я ещё вот здесь напишу, чтобы было у нас перед глазами. Запуск. Запуск. Это тоже очень важно. Это то, что мы с вами будем разбирать. Запуск, чтобы он сам начал делать товарооборот, чтобы прошёл определённое обучение и чтобы начал размножаться. Это то, что влияет конкретно на деньги. То есть вот мы сейчас говорим здесь о деньгах, вот этот кружочек. И вот это то, что влияет на деньги. Обычно, когда у людей спрашиваешь, какой у тебя результат и сколько ты в бизнесе. Шесть месяцев в бизнесе и результата нет. А сколько ты провёл встреч? И человек говорит, ну, десять. И, друзья, нет, очень мало людей, которые бы провели сто встреч. Надо провести сто встреч. Я вам в этом помогу и расскажу, как и зачем их надо проводить. А потом дальше вы вообще можете всё автоматизировать. И если вот то, что я сейчас перечислила, вы будете делать, то у вас появятся деньги. Теперь переходим давайте вот к вам. Вы, вы, давайте я сейчас, наверное, сделаю это немножко в другом цвете. Вот таким мы сделаем цветом. Вот. Значит, бренд, бренд. Кто-то скажет, а, нет, такое слово страшное, бренд. Бренд, друзья, это ваша экспертность, это ваш профессионализм, это популярность и это легенда, это ваша история. И в нашем бизнесе вы должны быть публичной личностью, если хотите зарабатывать, ну, скажем так, от трёх, пяти, десяти тысяч долларов. Тысячу долларов вы и без бренда заработаете. Если хотите больше, надо становиться брендом. Вы должны, надо высказывать своё мнение, не бояться. Надо влиять на аудиторию. Надо, мы можем показывать, как мы живём, куда мы двигаемся. И всё это мы показываем, не раскрывая свою сетевую компанию. То есть должен быть такой этап интриги. Люди принимают решение начать бизнес. Если у вас уже есть результат, тогда вы показываете свою компанию. Или заводите два разных аккаунта. Один аккаунт там, где вы показываете свою компанию. Второй аккаунт там, где вы себя продвигаете, как бренд. И вы увидите, где лучше. Вот компанию продвигать хорошо, показывать свою компанию, когда у вас уже есть чек хороший. То есть вы говорите, вот я зарабатываю пять тысяч долларов в такой-то компании, да, и показываете эти чеки. Если ещё нету чеков хороших, то тогда лучше продвигать себя, рассказывать о себе. Опять же, я вам подробнее расскажу. А вот если есть что показать в виде чека, смотрите, если вы ещё пока в компании, ну, маленькие-маленькие, только начали, то люди увидят ваши предложения, пойдут куда-то искать какого-то лидера и так далее. Если вы уже в компании зарабатываете деньги, то есть вам есть показать вот ваш чек, то у людей нету желания идти и разбираться в Ютюбе, что это за компания. Они просто хотят лично к вам, понимаете? Поэтому я и говорю, что я понимаю, что хочется показать продукции, хочется показать какие результаты на продукции и так далее. Вот. Но попробуйте тогда завести два аккаунта. Ну, допустим, в том же Инстаграм. Два аккаунта. В одном будем продвигаться как бренд, а в другом показывайте продукцию, если вам так хочется. Итак, мы должны постоянно расти. И надо людям нести пользу. Я вас научу, как консультировать людей, чтобы даже если вы этого человека не захотите взять к себе в команду, как раз на консультации вы это и поймете, но вы ему дадите пользу. Вот это очень важно. И в нашей индустрии деньги даются за пользу. И чем больше вы будете давать пользу в виде вот таких консультаций, как я вас научу, тем больше у вас будет денег. И результаты можно показывать, друзья, допустим, косвенно. Ну, не так вы показываете. Вот машину я купил, да? А просто вот косвенно показываете машину, показываете ту жизнь, которой хочет жить ваша целевая аудитория. И, конечно же, друзья, мы, вот бренд, это не про спам. То есть, и вообще спам это... Вот вспомните, что вы покупали последнее из спама, когда вам предложили через... Предложили спам, что вы покупали последнее. Ну, навряд ли что-то покупали. Поэтому бесполезно. И бренд, это еще и бизнес-упаковка. Вот так вот сделаем. Копировать, вставить. Сейчас мы напишем, что это бизнес-упаковка. Это у нас такое первое занятие сегодня. Знакомство. Упаковка. Бренд – это бизнес-упаковка, друзья. Что это такое? Это качество ваших фото, видео, качество ваших постов. Это прямые эфиры. И вот здесь я хочу сказать, многие стесняются выходить в прямые эфиры. Я вас научу, как это делать. Во-первых, рекомендую сделать один, еще купить аккаунт закрытый в Инстаграм. И там тренироваться. Никого туда на себя не подписывать. Вот у меня есть такой аккаунт. Очень классно, очень, друзья, удобно получается. Вы тренируетесь. И я там сохраняю все свои прямые эфиры. И я уже прям вижу разницу, да, какие они были и какие вот сейчас эти прямые эфиры. Прямые эфиры, чем классы, хороши тем, что на них сразу приходят люди, да, их просматривают. То есть придумали какую-то полезность, опять же, мы с вами будем это разбирать. И запускаете прямой эфир. В Инстаграм, чем хорош Инстаграм, там есть очень много всяких масок. И вот если даже вы сильно-сильно устали и выглядите не очень хорошо, но вам нужно провести прямой эфир. Вот я вам покажу вот эти все масочки. Вы будете отлично выглядеть и можете проводить прямые эфиры. И мы с вами сделаем такую бизнес-модель. Мы с вами еще вот... Так, давайте мы сюда перейдем, наверное, уже к бизнесу, да? Бизнес-модель. Бизнес. Бизнес-модель. Так, ну вы ко мне привыкайте. У меня пекинез есть. Я вам покажу его как-нибудь на прямом эфире. Если вы сейчас слышите, что он похрапывает, это он похрапывает. Значит, бизнес-модель мы будем делать через воронку. Она начинается с яркого ролика, который не несет, по сути, никакой информации. Он для того, чтобы человеку, ну, человека подготовить, чтобы не продать ему, а дать ему какой-то пакет. И вот эту вот бизнес-модель... Ну, давайте я напишу ролик, чтобы мы не забывали. Ролик. Надо было, наверное, не ролик больше написать, а воронка, да? Вот. Мы это все разбиваем на маленькие шаги. И это должен быть вот эта вот воронка. Я напишу все-таки еще воронка. Ролик пусть будет тут. Воронка. Мы вот эту воронку, воронка, разбиваем на маленькие шаги. И это должен быть такой конвейер. Люди приходят с этого ролика в воронку. Они уже приходят подготовленные, понимаете? Они прогрелись на вашей вот этой вот страничке, там, где вы пишете видео, тексты, да, картинки. Они посмотрели этот ролик, и они попали в воронку. В воронке маленькие такие шаги будут. И они попали в воронку подготовленные, получили информацию, и они приходят уже либо к вам на подключение стучаться, либо задать вопросы. Вот. И мы им, допустим, можем показать там картинку будущего. И вот здесь, когда мы человеку даем что-то посмотреть, опять же, я расскажу, как правильно давать, смотреть видео. Не так, что вы дали, и пусть смотрит, когда хочет. Вот. Мы у него узнаем, когда он может это сделать. И у человека будет 72 часа. Да, то есть, когда будет окончательное ваше предложение бизнеса, мы ему говорим. Если ты в течение 72 часов со мной не свяжешься, значит, я понимаю, что ты свои финансовые вопросы решаешь сам. Вот. Я собираю команду тех, кто хочет быть финансово свободным. Вот тебе 72 часа, смотри это видео. Видео тоже короткое должно быть. И 72 часа ему на решение, на решение входа в бизнес, в систему. Что такое система? Система – это инструменты. Так. Давайте переходим мы в бизнес. И вот здесь у нас еще будет система. Система. Система – это инструмент. То есть, вот он в воронку попадает, и здесь уже идет система. Это инструменты, которые дает компания. Это может быть какое-то событие. Это может быть какая-то организация. Это какие-то ценности, принципы, по которым работает компания. Это философия. Вот видите, когда мы начали рассказывать про компанию, про президента и так далее. То есть, очень-очень, ну, так вот, не сразу начали об этом рассказывать. Итак, друзья, это у нас был вот такой знакомство. И в следующих уроках мы уже начинаем это все притворять в жизнь. Ну, и так, подведем небольшой итог. Деньги. Чтобы у вас были деньги, нужно делать большой товарооборот. Большой товарооборот делаете не вы лично, а делает большое количество людей, выполняя маленькие-маленькие действия. Вот, дальше мы с вами контентом оформляем наши соцсети, страницы, направляем туда трафик. Вот, контентом наполняем видео, тексты, да, картинки и так далее. Обучу этому. Направляем сюда трафик. Вот, расскажу, как рекрутировать. И у нас должна быть система запуска новых кандидатов, чтобы они размножались. Сразу, если у вас еще нет чека в бизнесе, то вы продвигаете себя как бренд. И мы сделаем вам такую вот бизнес-упаковку, да, будете показывать, что у вас происходит. Вот, мы будем давать очень интересный материал. Ну, и бизнес-модель, это будет у нас входящий ролик, в котором мы призываем человека взять какую-то информацию и рассмотреть. Когда человек берет эту информацию, он попадает уже в воронку. Воронка, она маленькие, короткие шажочки. И с воронки мы ему уже рассказываем о системе бизнеса. Вот здесь мы только рассказываем о нашей компании. Ну, и все. И теперь идем и будем все эти шаги складывать вместе. Маленькими шажками будем обучаться. Но этот раздел курса называется у нас «Быстрые деньги в Арсак». Поэтому задача как можно быстрее выйти на консультации. И переходите к следующему уроку.